Продолжение следует... 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 У нас каждый вторник в 2 часа имеют возможность реабилитации инвалидов города Никополя. Это «Аква» называется общественная организация. У нас детки до 6 лет бесплатно купаются в бассейне. Единственный бассейн, который построили мы здесь в Никополе. — Скажу вам следующее. Цель моя — попасть и стать депутатом Никопольского горсовета — это одно и самое важное. Конечно же, обещать о лучшей жизни сложно сейчас стоять и говорить, что будет. Но нужно сохранить, сохранить то, что есть, не дать новым людям, которые придут в горсовет. Мы не знаем, какая власть победит. Мы видим сейчас, что везде вливаются деньги — ведро, женя, укроп. Но каждая партия имеет право делать то, что считает нужным. Но хотя бы сохранить то, что есть, не давать над собой издеваться, но и грамотно, как минимум, грамотно относиться к людям, которые среднего класса населения заслуживают большего. Заслуживают большего в жизни города Никополя. Я всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, потому что даже Боженька нам подарил такую погоду, чтобы мы все здесь поприсутствовали и посмотрели, как прекрасно ребята приготовились, как прекрасно играет скрипач. Благодарность организаторам турнира, людям, которые беспокоятся не только о настоящем и будущем, но и не забывают историю. И сегодня дают вам возможность приобщиться к тем далеким временам рыцарей. Знаете, айвенга, может, кто считал, всегда хотел попробовать себя в роли такого рыцаря на белом коне, в сияющих доспехах. Девушки, конечно, это прекрасные леди. Сегодня у вас есть этот шанс. Вы можете даже подойти поближе. У меня убедительная просьба родителей держать детей за руки во время... Рыцари будут реконструировать турнир. По правилам турнира рыцари могут наносить удары мячом в голову, в корпус, в руки и ноги до колена. Рыцарям запрещено торцевать щитом, бить кулаком и ногами. Напоминаю, рыцари уважаем друг друга. Итак, подходите, подходите поближе, но не ближе одного-двух шагов. Серьезно, родители держат детей за руки. Итак, бойцы готовы? Да! Судьи готовы? Да! Зрители, вы готовы? Громче! Бой! Снова бой! Снова бой! Предупреждение Гарматюк, удар ниже колена. Первое предупреждение. Бойцы, бой! Снова бой! 50! Итак, готовится Лянсберг-Вондаренко. Зрители, поприветствуйте бойцов, они сражаются сегодня для вас. Бойцы готовы? Бой! Бойцы, 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 бойцы. Со счетом 4, или боец Ильиченко со счетом 4, Копьев 10. Побеждает боец Копьев. Немногих девушек в историческом пехтовании будет сегодня сражаться. Вот она, аплодисменты этой мужественной леди. Боец Копьев готовится. Судьи готовы? Хорошо. Итак, зрители, вы готовы? Бой! К сожалению, боец Бондаренко проиграла. Побеждает боец Лян. Приглашаются Тесля, Сомов. Готовятся к Копьев Дьяченко, напоминаю. Бой, бойцы! Отлично, отличная техника у бойцов. Перезащита через... Слен! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как у вас отношения к кандидату? Нормальные отношения. А в чем нормальные? Ну, как. Мы, как избиратели, мы, конечно, хотим получше. Чтобы были перемены какие-то в городе, да? Да, в лучшую сторону. Чтобы тарифы уменьшили нам на газ, на все. Да, тарифы уменьшили. Как минимум, чтобы грамотный подход был, чтобы не обманывали, не рассказывали, как это делать. Есть же механизмы, которые можно воплощать в них, правильно? Да мы говорим, мы разговариваем о Радикальной партии, сейчас все за наш округ, за наш Никополь. Как все это будет просто... Итак, вы сформировали следующий этап нашего турнира. Чтобы обещать, что делать. Хотя бы половину того, что обещали. Мы уже не забеем на кого, уже сколько лет. Первый план не хочет. Я обещаю, обещаю, что все, как только грамотный, как только грамотный, все, абсолютно ничего нет. Готовятся с самокландами. Ну, веры нету, все, ни с кого. Вот до чего нас довели уже. Ну, я Евгения лично знаю несколько лет, и тоже хочу сказать, что свое слово он держит. Поэтому я думаю, что у вас хороший человек. Уже достаточно Порошенко. Пришел миллиардер, пускай я неправильно беру, пускай я неправильно говорю. Ну, я хочу сказать, он говорит, сын голодный, ему не верит. Это точно. Он пришел миллиардер, ему люди пофиг, вот честно. И вот поехал, опять там, это, пятенок, и он уже нищий, ему не хватает денег. Понятно. Скажи, что наша партия не раздает, ничего не раздает. Нам обратились за помощь, и на право успешно. Ну, по крайней мере, то, что мы обещаем, мы будем воплощать в жизнь. Будем с вами советоваться, и будем воплощать в жизнь. Нужна будет активная группа. Ну, что ты веришь? Ну, так что нас-то чертят, честное слово. Ну, говорят, кто за помощь обратились, мы сразу приобрели. Ну, ты посмотри, даже взять пенсионера, вот правительство, это его надо гнать в шею, и вообще его надо. Ну, как можно так пенсии добавлять людям? Как раз вышло даже. Не одной копейки. Давайте так. Или на 10% всем. А что вы точно? Вот самое главное, скажите, ведь всем понятно, что Порошенко объединился внегласно с оппозиционным блоком. Так скажите, чего добились? Прогнали в так называемую глупчинную вату. Пришла вата. Так от чего добились? Что изменилось? Ты правда ничего не поднялась. Придумали иллюстрацию. Начали снимать людей, которые отношения к власти нынешней не имели. Начали снимать... Ну, если ты не поднял ногах, откуда он такие ракеты? Так, смотрите, каким образом сделали иллюстрацию, да, для правоохранительных органов. Какой-то Соболин, со своей, грубо говоря, активной группой, приезжает, снимает с работы проговора, начальника милиции, которые не зависят от власти. Сегодня Порошенко, завтра Янукович, но начальник милиции это не имеет отношения к власти. Зачем же его иллюстрировать? Правильно? А сделали зачем? Не всех же подряд иллюстрируют. А там кто-то заплатил денег, того не иллюстрируют. Кто не платит деньги, того иллюстрируют. Получается, мы пришли к еще улучшенной ситуации коррупции. Мы сами сделали курс. А теперь все мы возле телевизоров пожинаем плоды, что происходит у нас в Киме. Ну, правильно? Давайте хоть каким-то образом в Никополе влиять. Хоть какие-то образом. Соболин, мы готовы. Крошка или чем-то. В мире нет 500 депутатов. А вы посмотрите заседание в Ихрун на радио. 15-30 человек. Без твоей наятной группой компании, как мы вот это, чемпион милиции. 100%. Самое важное вообще, что нам показывают их работу. А мы на себе ощущаем все хуже и хуже. Работа, да. Ну, показывают нам, говорят, демократии. Вот давайте даже во всем о самом азии. 100% и все 50 демократии. Так а почему же Этого Желик Валерьевича Я даже не знаю. С какой? С какой? 것을 демонстрирую. Время. Значит, flown away. Время. Сейчас вынесем решение. Готовятся сюда. Дорогие Никопольчаи, хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто пришел выслушать, кто поверил, кто решил прийти и узнать мнение радикальной партии, и в частности меня, Романченко Евгения Викторовича. Хочу всем сказать огромное-огромное спасибо. И давайте вместе с вами наведем порядок в этом городе. Дорогие зрители, поддержите войск, они сражаются для вас сегодня. Спасибо огромное, бойцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!